здравствуйте с вами Алла Дворецкова вы смотрите передачу о мелочах из жизни сегодня наша тема жизнь без измен возможно ли это и у нас в гостях Ещенко Иван Николаевич врач-сексолог психотерапевт андролог гинеколог и Кузнецова Ольга Александровна врач-сексолог и психиатр сегодня мы уж точно разберемся в этой теме для начала я приведу некоторую статистику по статистике мужчины чаще изменяют чем женщины в два а то и в три раза мужья изменяют женам чаще в возрасте 25-35 лет первое предательство совершается во время беременности из-за нехватки секса многие мужья имеют одну любовницу на протяжении нескольких лет чем парень общительнее тем больше вероятности что он пойдет на измену имеет значение и мужской темперамент чем выше либидо тем сильнее желание ученые также доказали чем выше интеллект тем меньше измен мы все знаем что на измены также влияет и страна проживания и политика которая направлена на супружеские отношения и вообще отношение общества в целом к верности но хотелось бы вот спросить сейчас у вас какие же основные причины измен ну я уже далеко не молод мне пришлось просмотреть население смотреть лечить население которое выходцы до 90-х годов население которое 90-х годов и современную молодежь это конечно абсолютно разные населения с абсолютно разным менталитетом с абсолютно разным подходом к супружеской жизни дело все в том что вот население до 90-х годов здесь сложилась такая ситуация института семьи что у нас значит сложилась христианская православная и коммунистическая они дали очень хороший результат браки были заключены по любви люди долго встречались общались ну и потом женились и у них все сексуальные вопросы проходили в любви семьи внутри семьи 90-е годы дали конечно нам ужасные вещи и здесь у нас стали безбрачие пошло на сегодняшний день у нас молодежь начинает заниматься сексом вне всяких браков с 14 лет а то и младше в общем идет незрелая молодежь она ничего от этого не получает но и в конечном итоге они начинают сожительства какие-то непонятные то есть не заключают брака поэтому измену если мы будем рассматривать измену в браке как был заключен у них брак если он был заключен по любви потом измены если брак был просто заключен то конечно там будут измены а если у них так называемый как сейчас называют гражданский брак то есть там не заключен никакой официальный брак то здесь изменой даже нельзя считать потому что они практически оба находятся в стадии поиска поэтому когда мы говорим мы должны говорить о настоящем браке тот который заключен в загсе и измена должна быть значит мы должны разбирать и измену супружескую а я бы хотелось чтобы мы разобрали вообще отношения в целом многие люди десятилетиями не регистрирует официальный брак они в отношениях у них семья даже бывает рождаются дети их что нельзя назвать семьей у них нет отношений это семьей назвать нельзя семья от слова 7 я дедушки бабушки 4 папа с мамой и ребенок это 7 которые получилось я все остальное давайте все вещи называть своими именами правильно называть сейчас все у нас требуют русский язык четко вот мы давайте называть чисто на русском то есть получается если это не брак не за колючен то и измен нет если мужчина завел свой дом находится поиск ольга как вы считаете ну наверное у вас более консервативный взгляд на этот момент но все-таки например моё именно как более молодое видение это все равно если люди живут 10 лет то это довольно таки большой стаж и если они гармоничны и просто они приняли решение ну без формальности это сделать то почему нет это и собственно их решение да это вообще нам навязано извне самое главное это вот я и мой мужчина мы вдвоем все-таки заключается официальный брак потому что ну как бы это более ну как бы серьезный шаг по отношению если люди этого не делают вопрос в том что проживание под одной крышей проживание в семье проживание в браке это немного разные вещи так мы отклонились немного от темы у нас тема сейчас не про брак все-таки основные причины измен какие любовь любовь это духовная часть что касается взаимоотношений каэтальных или там ну сексуальных как все называют сексуальных отношений это уже совершенно другое не может быть в сексуальных отношениях любви как и в любви сексуальных отношений это немножко разные вещи поэтому первая любовь у всех абсолютно если было взаимная была настоящая истина любовь она никогда не заканчивается сексом и первая любовь первая любовь настоящая она одна единственная потом все остальное это уже не любовь это уже сравнение привычка подгонка и все остальное прочего а любовь человека только одному ну про любовь не я понимаю про что вы говорите вы говорите про образ который был создан изначально в детстве который перекладывается на уже подлещей пассе это воспитание и именно создание супружеского вот в это партнерского семейного вот этого вот всего видения да или ну можно назвать как хотите но дети повторят родители это однозначно но вопрос в том что я вам еще раз говорю давайте говорить про измены какие основные причины измен в супружеском браке отсутствие любви одна лишь единственная одна единственная причина отсутствие любви вопрос в том что если существует любовь то вы никогда не ее не придадите а если вас у вас нет любви если у вас просто встретились два одиночества и разводят непонятный костер то здесь как раз этот костер и будет дроба подбрасывать причин измен огромное количество от того что не хватает физиологически секса до до каких-то более серьезных типа обиды на партнера да то есть один изменил и хочется там например мотив измены это уже например отомстить партнеру и так далее то есть вообще их огромное количество и нужно разбираться в конкретном основные причины вот у семейных пар и в основном которые живут несколько лет и потом они разводятся но перед тем как они разводятся несколько лет происходит вот именно разрушение отношений так вот смотрите была семья например измена это причина изменения отношений или следствие 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 то есть причина может быть вообще абсолютно разная то есть опять же таки например обида измена другого партнера например это как вы уже сказали там беременность да у женщины и женщины например не может чисто физиологически заниматься с партнером или она не хочет там или она не может она не знает как сделать это в браке таким образом чтобы как бы удовлетворить партнера физически но тем не менее чтобы как бы он не ходил на сторону достать ее чаще всего например мужская измена это физиологический процесс то есть это как бы физиология а если изменяет женщина то там уже как бы это больше психологическое для нее это важно то есть она где-то согласно с вами да то есть она есть что-то было не и что-то хватало например в отношениях с мужем здесь не хватало романтики например там не хватало страсти что-то было не религиозно многих многих моментов иван николаевич а вот тогда вы говорите о браке называя его с любовью как идеально абсолютно идеальный брак то есть нет абсолютно например я знаю который все живут да им за 60 лет уже сейчас вот так вот дело все в том что я вам скажу я по своей жизни ну командировки много-много все я знаю тоже одна из причин измен так вот я был в командировках был во многих местах я знаю целые районы где у супругов только один половой партнер разного возраста но это там воспитание это было воспитано и у них брак шел как раз по любви у всех без любви их не женят так вот у нас у нас в россии понимаете есть такие места что вообще и я вам скажу другое я иногда бываю в нашей глубинке в ульяновской области у нас знаете тоже какие есть места у нас есть очень много хороших местах с крепкими отношениями в супружеских и всех парах понимаете поэтому всех под одно нельзя да есть люди вы понимаете как вот давайте сразу разберемся вот две противоположности белая и черная так вот они сходятся в кучу одинаковые они растолкнуться вы никогда не увидите на белом не поймете что это белый если нет там пятнышка черного и никогда не увидите на черном что она черное что если нет пятнышка белого так вот когда белые и черные сошлись образовалась партнерская семья а когда вы извините он хочет еще и красного розового голубого попробовать да то это совершенно уже другое мы должны воспитывать свою молодежь на хороших примерах что касается в любви обязательно что касается вот этих всех измен что касается вот все говорят вот там ему не хватает там того не хватает беременная женщина берем вообще если нырнуть в физиологию то обоняние у мужчины как у кобелька за 10 верст он чувствует так вот дело все в том что беременная женщина и кормящая мама у них такой запах который у мужчины убирает всю его сексуальность все стремления секса и это действует на него резко положительно он после он становится мужественнее он становится отцом он становится а когда у нас стали проповедовать что должен быть секс чуть ли не до роддома и в роддоме но это извините это все приманки запада понимаете дело все в том что у нас наша вот это вот менталитет российский он немножко другой я вот здесь вот ездил в чувашские села там вообще вы знаете там у них такая культура в наши ульяновске ездил вот в эти вот в то ну я не говорю вообще мусульманских все у нас мало эфирного времени у меня вот следующий интересный вопрос а являются ли эротические фантазии предвестником измен ольга что вы скажете ну фантазия на на то и есть фантазии что она как бы ну собственно и она в голове то есть не факт что человек будет ее реализовывать годами не реализовывается даже если партнер говорит об этом но это другой вопрос да это умение женщины работать с фантазиями своего мужчины реализовывать таким образом чтобы это не было мужчину как бы например секс втроем даже если вот мужчина мечтает о сексе втроем с двумя девушками да то нужно понять что именно его зажигает что именно какая картинка и в принципе это можно реализовать без привлечения третьих лиц а вы не подумали как будет переживать это его супруга так вот если там любовь а если супруга хочет секс втроем а может быть это все таки навязанная нам в обществе вот это секс реклама у нас это все наряду так вот фантазия евгения онегина почитайте сон татьяны иван николович очень консервативных своих суждениях я боюсь что а много молодежь которая нас сейчас слушает она просто не поймёт я скажу правильно чтобы она нас полу реально понимала если они хотят жить нормально они должны любить они должны доверять друг другу и если у них есть любовь они ко мне приходят вообще секс это парная функция и никогда не он не она на стороне ничего кроме инфекции не не найдут редкий случай сейчас молодежь вступать вообще половые отношения это хоть сейчас хоть раньше хоть когда когда закончилось его созревание созревание мужчины и женщины заканчивается с тем что закончился рост костной ткани это 21 23 год до этого не должно быть 12 лет то я это слишком рано это слишком рано до этого у него не должно быть ни мастурбаций никакого секса он свою это реально сексуальную энергию должен переводить в учебу в работу в развитие это опять вы предлагаете вот идеальный вариант совершенный выгнали из университета только за то что он сказал я жениться буду так вот я вам еще раз говорю дело все в том что это не консерватизм и это не старые взгляды это физиология от нее никуда не отпрыгнешь и если ко мне приходит пара с любой проблемой если между ними есть любовь то сексуальную их часть мы совместим мы сделаем что у них будет окей поняли да а если у них нет любви мы разобьемся а стену ничего ольга вот как вы считаете все таки вот молодежь сейчас наверное если послушать иван николаевича она скажет что он говорит вообще как так я уже взрослый человек мне 17 лет я уже огонь парень как так вот взрослый человек вы понимаете как для того чтобы совершить настоящий физиологический половой акт мужчина должен иметь такую силу что он взял себе на грудь пол своего веса это если он весит 70 килограмм мешок сахара и пробежать 500 метров с ним а все остальное мы не ребенка идет мама бедненькая несет сумки десяти килограммовые а он идет рядом мальчик которому нельзя его на физкультуру не пускают и какой с нему секс вы прости наверное в нашем случае да уже в современном это не злоупотребление то есть не нельзя злоупотреблять как бы именно мужчине вот ну как бы вообще сексуальными к чану для действия не даже возможно не партнерами ну как бы пускай это будет один партнер да но тем не менее там у них есть например мастурбация да то есть не злоупотреблять не злоупотреблять такими моментами почему потому что опять же таки это физиологически тут говорится тоже о сексуальной энергии до который вот вы говорите о том чтобы он направлял это например на деятельность на спорт на сиренную величину каждому фрукту свой срок вы простите меня зеленые клубнички кушать не будете вам захочется спеленьких да так вот точно так же и здесь дело все в том что если организм незрелый если он к этому не готов секса у него будет ну чисто знаете механический формальный какой-то непонятный он не получает удовлетворение никаких она никаких они начинают переживать по этому поводу они расстраиваются у них складывается определенный комплекс и после они приходят к нам когда они там женились не женились у них измены они оба ищут что-то хотят найти понимаете что найти они ничего не найдут считаю что у нас молодежь все-таки прогрессирует очень сильно и общество на нас очень сильно влияет телевизор интернет мне бы хотелось донести до нашей молодежи что но не в каком бы возрасте это было пусть это будет 16 17 18 лет если уже вдруг так получилось но самое главное чтобы это было по любви на тот момент они будут знать что они вступают в эти отношения не просто так не просто как животное что они на тот момент думают что у них есть нечто большее ну хотя бы чтобы это был один партнер на несколько лет они просто беспорядочные связи на всю оставшуюся жизнь а вы думали о тех детях которые растут без отцов без мам вы этих детях думали вы их родили они вас этому не просили а вы их родили вы их породили вернее родили будьте добры породить до 21 до 23 лет я не знаю как я проконтролирую своих мальчиков до 20 до 21 года это очень сложно если вы будете воспитывать я вам скажу что вы понимаете как вы все и проконтролируете если они будут вас слушать если вы будете воспитывать личным примером если вы будете их воспитывать личными всеми взаимоотношениями понимаете они вырастут ли из таких детей маменьки на сынки которые потом они вырастут если вы воспитывали в полной семье с папой с мамой нормально воспитывали никогда не вырастут вырастут отличные мужья отличные жены у нас следующий вопрос это не к вам вопрос к ольге потому что вы только рассматриваете измены в браке я в общем хочу спросить ольгу в каких случаях можно простить измену если вот некая норма измен потому что как ни крути наши современные люди сейчас считают изменой даже когда у них не зарегистрирован брак даже когда у них год отношений они считают это союзом союзом своеобразным поэтому вот если какая-то норма или измена это все-таки нет этому прощение ну норма никогда нет тут говорится о том что если это произошло нужно во первых понять причину почему то есть задать вопрос почему и возможно то есть человек начал компенсировать то чему и ничего ему не хватает именно в семье и нужно разобраться даже если вы приняли решение у вас есть то есть позиции до человек изменил вам нужно понять а что делать дальше то есть вы узнали эту информацию что делает дальше то есть принять простить что-то для этого и ну сделать для того чтобы дальнейшем этого не было или расстаться но когда вы расстаетесь даже если вы приняли это решение то вам все равно нужно понять почему потому что в следующих отношениях вы тоже можете столкнуться с этой проблемой иван николаевич ничего не говорите нет я просто вам хочу сказать дело все в том что вот стоит вода вы хотите пить а если вы не хотите вы не будете пить понимаете к измене к измене человек должен быть готов и если он к этой не готов к тому чтобы пить там есть или еще что то он никогда не изменит понимаете а готовность к измене это уже сразу за говорит о том что в их отношениях не существует взаимности не существует и каждый начинает искать себе на стороне понимаете я согласен там ну пусть они живут пусть у них там был договор устный может быть но опять же если они это обговаривали когда устный договор он сильнее всех различных штампов сейчас очень много браков заключенных на руси так и было если сказал что вы так сказали что если отношение без без печати то это не отношения я просто сейчас как раз таких отношениях дети рожденные без печати ну нет когда дети уже тут тут уже государство требует тут уже нужно отчитаться перед всеми чтобы все на государство дети дети вы их рождаете для себя они вас этому не просят поэтому многие рождают детей и без заключения брака и живут при этом счастливы без всяких измен и лишних проблем просто им это не нужно вот это навязывание общество молодежи я скажу если они приходят с какой-то проблемой конечно я вот лично например всегда приходят там на в грани развода или еще что-то я им говорю веди свою половину золотую они приводят мы их начинаем начинаем им у нормализовывать сексуальные взаимоотношения и все и пара мериться нужно понять что человек принял за измену да то есть это может быть половой агда а может быть он потанцевал с кем-то да то есть или он попереписывался дать или он посмотрел порно в следующий вопрос 21 век 1 век интернета и и социальных сетей и является ли интимная переписка в социальных сетях изменой вот просто мужчина или женщина переписывается с совершенно незнакомым человеком в интимном формате и не раз и вот это считается вообще изменой она не знает кто сидит на том проводе просто просто переписка многие так делают считается духовный понимаете я вам опять же говорю значит у них нет духовности с ее партнером а может быть она подогреет себя так ничего подобного ничего подобного вы знаете это разные духовность бывает разное да бывает в свободности мышления бывает вот то как вы сказали больше на такая христианская и например если рассматривать вашу позицию туда то есть это консерватизм и мужчина женщина смотрит друг на друга смотрит вперед идут вместе вот и это хорошо это отлично вот но всегда абсолютно так к сожалению не получается если так будет всегда это будет идеально если мы сможем это выстроить это будет прекрасно если мы научим людей делать вот как бы идти и шагать то почему нет есть немножко другая еще страна духовности я вот как бы просто рассматривала разные мнения это не ну как бы просто мнение духовности с другой стороны это то что другой человек это не наша собственность поэтому мы не имеем права ему что-либо вообще в принципе запрещать и это как бы другая страна просто духовного мира я не говорю что я сторонник или еще что-то да просто это одна из сторон вот по поводу социального да то есть соцсетей и так далее то есть есть порнография да это одно то есть это такое обезличивание когда человек сидит смотрит и он выполняя какой-то физический до процесс у него идет то есть он говорит без жены и тем более если уж он решил или он или она решили посмотреть порнографию то не более трех пяти минут и чтобы тот партнер там которого они смотрят был похож очень сильно на их партнер и вообще порнографии и все вот это порно это все обман это ужасный обман я вот тут когда к с молодежью встречаюсь я вот здесь был на меня приглашали на как свадьба в подарок на как свадьба в подарок выступал перед ребятами задают те же самые вопросы молодые ребята так вот вы поймите одно все если человек если человек хочет быть здоров он должен прийти научиться тому 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 мы с вами мы с вами мы с вами вот вас всех учат пользоваться приборами столовыми вы все 14 приборов знаете я вам сейчас положу столы на стол на жилки вы ошибетесь хотя вас этому учили а взаимоотношениям сексуальным у нас никто не учит поэтому у нас поэтому так все идет все все спорно это отсюда смотрят и считают что от моих подписчиц первый вопрос меня мой молодой человек младше на 6 лет я очень боюсь связывать жизнь с ним по той причине что его будет влечь к девушкам моложе что вы можете вот ольга например вы сначала помочь он моложе на 6 лет и девушка боится с ним связывать отношения заключать брак по той причине что возможно его будет в дальнейшем тянуть к молодым девушкам что делать нужно смотреть и разговаривать с данной женщиной потому что почему у нее такие взгляды на вообще данные отношения то есть вы считаете что возраст здесь не помеха здесь сугубо уже некоторые проблемы в голове у этой девушки да и возможно ей можно даже сходить к психологу чтобы немного расслабиться и отпустить эту ситуацию и нормально связывать отношения с этим молодым человеком так им нужно обоим прийти обоим к сексопатологам психотерапевтам к доктору который занимается этой проблемой им нужно прийти какой врач им нужен потому что психиатр психолог вообще-то сексопатолог потому что у них эта проблема понимаете как вы поймите одно то что у нас нормальная здоровая физически женщина за свою жизнь совершает от трех тысяч до семнадцати двадцати тысяч половых актов и все они из-за сексуальных удовольствий один раз рожает там два раза три это чисто из акушерско-гинекологических акушер-гинекологов она бывает несколько раз в году а сексолога вот сейчас они увидят по телевизору первый раз вот и вся проблема то есть идти к окулисту лечить зубы точно так же здесь они должны пойти к специалисту с которым сядут разберутся нужно им этот брак не нужен им этот брак будет он счастливым не будет можно это определить можно если там есть какие-то в общем-то взаимно сексопатолог это определено не за сколько сеансов сексопатолог да часок с ними побеседует за одним с другим с одним с другим и потом скажет точно стоит или не стоит девушка поэтому я надеюсь мы немножечко хотя бы вам сейчас помогли у нас второе вопрос от подписчицы совсем недавно узнала что мой молодой человек изменял мне уже месяца три или даже больше на руках есть доказательства переписки фотографии и был личный разговор с той девушкой он естественно говорит что это было только флирт мы вместе больше года уже совсем запуталась и не знаю что делать теперь доверие утрачено нет просто отношения год больше года уже они в отношениях но давайте начнем с ольги потому что случае вам николаевича это неизмена по-вашему да конечно так ольга его не нужно обижаться на это молодого человека можно расстаться сразу и и дальше искать понимаете и сказать сказать что это измена но это значит обмануть самого себе то есть вы считаете если люди в отношениях год и более значит можно менять друг друга их были оговорены какие-то вещи тогда прежде чем вступить в такие отношения неузаконены нужно обговорить не изменяй мне обговаривать да все конечно это очень правильная тема и даже если вы в браке вы опишите что для вас будет приятно что неприятно да не до определенной если песок например ваш партнер потанцует с какой-то девушкой до в каком-то там не стану пригласит ее на танец просто не потанцует измену как будет считаться для нее каким-то таким изменяющим болезненным вопросом да или ну то есть и прям это все конкретно прописать чтобы у вас была дома такая домашняя сказать самое главное не изменяй меня просто люби уважай и цени меня просто нужно встреча встречаться нужно вот если вы влюбились и в вас любят то тогда там конечно как понять то тогда любовь это настоящий истина или нет ну вот хочется находиться с этим человеком тебе нравится его запах тебе нравится весь физиологический этот процесс и не только тебе нравится просто ходить с ним за ручкой вернемся к евгению они так вот дело-то все в том что вы понимаете каждый или нет вернемся к аси тургенева вот там по моему у вас так вот дело все в том что каждая женщина выдумывает свой образ мужчины свой у меня с детства был образ брюнет с зелеными глазами я сейчас его себе получила она выдумывает этот образ внешний а внутренний интеллектуальный она должна его со всех сторон обдумать и смотреть если этот человек к этому подходит а то она увидела что у него зеленые глаза он брюнет и все понимаете но брюнет это еще не говорит что он будет хорошим мужем хорошим человеком достойным критерии совпадают не нужно приписывать нужно четко смотреть есть это хорошо сначала по одежке иван николаевич сначала визуальную картинку а потом уже так на все остальные времена знакомились гуляли ходили за ручку ходили под ручку за ручку за ручку и ну сейчас первого вечера посте вот к сожалению и потом а потом приходят а потом приходит горят мы не совпадаем николаевич на каком свидании можно тогда девушке вступать в интимные отношения с по логике получается первую прачивание брака но это практически сейчас нереально иван николаевич сейчас даже многие психологи советуют пожить немного вместе чтобы понять друг друга психолухи они есть психолухи нужно я считаю я вот всегда стою я всегда защищаю женщин и велее я защищаю детей потом женщин а потом уже всех этих остальных мужчин дело все в том что вы поймите одно я стою на той позиции чтобы была здоровая семья вырастила здоровых отличных детей вот когда у них дети вырастают что ему не стыдно за них и по себе когда вырастают дети ему за них мне не стыдно за своих детей понимаете то тогда я считаю человек прожил не зря а если человек вы просто жил просто жил нарожал там они нужны не нужны женщина кричит я детей люблю а сама бросила их побежала на свидание что она любит их что ли и и и все остальное прочее не любит она их она себя не любит прежде нужно вспомнить о народе бальзака я всем дамам говорю вспомнить о народе бальзака и почитайте он пишет женщину любят те столько и настолько насколько она любит сама себя девочки давайте же себя полюбим а вот когда женщина будет себя любить она и выберет себе партнера мужа и на всю оставшуюся жизнь с которым она будет жить долго долго и счастливо родит его выкормит в воспитает великолепных детей понимаете и внуков иван николаевич это все хорошо это у вас вот такой идеальный мир я тоже за все это я тоже за то что было как у моих родителей но все равно у многих по жизни не получается вот это идеальная картинка поэтому собственных руках поэтому же когда все таки происходят вот такие ситуации как в случае с нашей подписчицей тоже им вдвоем можно сходить конечно не как она нужна говорю к психологу психиатру к сексологу ну к врачу который занимается данной проблемой почему я и гинеколог и сексолог и андролог потому что это парная функция ольга а вот если все-таки человек не хочет обращаться и тем более вторая половинка не пойдет к психологу есть пойдет окей а если не пойдет ольга то как вот девушка и сначала хотя бы сама сходит сама с чем у нее с ним все-таки поговорить без причины первых ей да нужно понять что она хочет она хочет быть с ним или она хочет бегать и искать контролируем да 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 она встречалась любовь за и чудил кстати это очень хорошая практика в том плане что пообщаться то есть это довольно таки интересная мудрая позиция узнаете любовница да то есть как бы какая она а что она дала мужчине что дала она ему чего не давала ей я любит себя больше всех никогда она в своей сопернице не увидит то что ей нужно она увидит в сне в ней всегда гадость а то что ей нужно она никогда не видит поэтому нужно идти к доктору разбираться с там в начале а потом уже думать что делать всего только на очень у нас такая тема горячим можно они что тут же говорится вообще изначально про семью и про культуру в семье то есть все-таки брак это целая работа и нужно понимать что рядом с тобой не просто человек который там дает тебе деньги и просто вы занимаетесь сексом да и не просто у вас отношению как бы любовь флюиды и так далее когда-то это заканчивается да и приходит стадии любви и здесь вы все равно можете как бы задача женщины уметь взаимодействовать со своим мужчиной уметь опять в отношении в плесной сети флюиды чтобы опять был романтик да чтобы опять мужчина хотел бежал домой дарил цветы и так далее да то есть это целое умение быть с мужчиной и она зависит например нужно учиться понимать партнера видите вода изучать своего партнера нужно учиться сексуальному плану именно в отношении я чувствую что иван николаевич наверно слушает и скажет да если есть любовь не надо это ничего делать не надо читать никакие книжки это все идет вы же вы же понимаете как у нас никто не делает правильный секс а какой он правильный секс вот это уже дело не телевизора потому что там на том конце провода могут сидеть дети так вот когда мы обучаем правильному сексу правильному взаимному понимаете то у меня нет тогда женщин с анагазмии у меня нет мужчин с быстрой окуляции у меня нет этих мужчин у них мы все в паре можем урегулировать то есть опять к сексопатологу конечно конечно это не обязательно вы поймите одно я не призываю лично к себе нет бога ради а могут ли пары если у них к как бы нет проблем вообще просто так сходить к сексопатологу или сексопатолог вам скажет вы ребята вы что здесь забыли у вас не нужны вам очки на вы к окулисту приходите вам не нужно зубы вроде бы нормальные но вы же приходите посмотреть посмотреть что там пойти посоветоваться но я вам скажу что всегда будут вопросы у любого у любого человека вполне здравую мыслящую будут вопросы хорошо сейчас давайте будем завершать наш эфир потому что мы и так очень много уже посвятили этой теме и она мне кажется бесконечно очень интересно может быть нам сделать вторую часть и наши зрители пишите если что вот ольга вот что вы сейчас пожелаете нашим зрителям которые нас смотрят могу пожелать любви счастья в семье и понимание друг друга понимание партнера и учитесь быть вместе вот нужно учиться быть вместе большой большой любви святой настоящий понимаете большой любви будет любовь а все остальное придете мы все вам это корректируем главное чтобы любили тут здесь я согласна с иваном николаевичем на сто процентов любви вам дорогие наши девушки дорогие наши мужчины чувствуйте друг друга уважайте друг друга проводить и не стесняйтесь приходить проводите как можно чаще с друг другом временем находите общие интересы и тогда у вас не будет времени на других третьих лиц в ваших отношениях посвящайте все время на на времени желание желание да и желание тоже что немаловажно я надеюсь что вам было очень с нами интересно с вами была передача о мелочах жизни ведущая алла дворецкова и мои гости ещенко иван николаевич и кузнецова ольга александровна нет увидимся с вами в следующей программе пока пока до новых встреч в следующей программе